Так, США перебросили в Румынию два межконтинентальных стратегических бомбардировщика Б-52, сообщили на сайте военно-воздушных сил США в Европе. Минобороны России заявили, засекли американские самолеты над акваторией Баренцева моря и подняли на перехват истребители МиГ-29 и МиГ-31. Решение о переброске американских бомбардировщиков на базу в Румынию приняли для укрепления восточного фланга НАТО из-за возрастающей российской гибридной агрессии. Как сообщила представитель Североатлантического альянса Фара Дахлала, альянс держит в повышенной готовности полмиллиона военнослужащих. Подробнее об этом расскажет Кристина Домровская. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину альянс располагал 20 тысячами военнослужащих в состоянии повышенной готовности. Летом 2023 года их число увеличили до 300 тысяч, спустя год до полумиллиона. Страны Североатлантического альянса реализовали планы по подготовке к быстрому развертыванию сотен тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе НАТО. С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию нашей коллективной обороны за последнее поколение. Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен Холодной войны. И в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности. Фара Дахлала, пресс-секретарь Североатлантического альянса в комментарии СНН. Некоторые европейские страны, государства Балтии, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия ввели обязательную военную службу из-за растущей гибридной угрозы со стороны России. Так, в Литве обязательную военную службу ввели с 1 января 2024 года. Молодые мужчины от 18 до 27 лет должны отслужить в армии 12 месяцев. Призы в армию в Норвегии являются обязательным. В апреле 2024 года в Осло представили долгосрочный оборонный план. Правительство обязалось вдвое увеличить бюджет на оборону и пополнить вооруженные силы Норвегии на более чем 20 тысяч военнослужащих и резервистов. Нам нужна оборона, которая будет соответствовать целям в новых условиях безопасности. Йонас Гарстере, премьер-министр Норвегии, в комментарии CNN. В Швеции обязательную военную службу и для мужчин, и для женщин решили возобновить в 2017 году. В 2024 году там призвали около 7 тысяч человек. В 2025 году их число возрастет до 8 тысяч. Наибольшее число резервистов среди всех стран НАТО в Финляндии. При населении в 5,5 миллионов человек более 900 тысяч резервисты. 280 тысяч готовы к немедленному реагированию в случае необходимости. Если вы посмотрите на потенциал Финляндии на суше, потенциал Швеции и в воздухе, и на море, и потенциал Норвегии в целом, я не вижу, чтобы Путин двигался в направлении Балтийского моря. Что нам нужно сейчас, и я следую словам генерального секретаря Столтенберга, так это то, чем больше мы поддержим Украину сейчас, тем быстрее мы сможем закончить войну. 21 июля на Северной Финляндии совершили тренировочный полет американские бомбардировщики Б-52. Об этом сообщили на сайте военно-воздушных сил США в Европе. По информации норвежской газеты The Barense Observer, самолеты приблизились вплотную к Кольскому полуострову. Именно там размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром Оленья, с которого регулярно взлетают российские стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по Украине. Никто не даст России зайти ни на один метр территории восточного фланга НАТО, потому что они увидели, как в буче Россия разбирается с гражданским населением, как они уничтожают авиацией, трёхтонными кабами, жилые девятиэтажные дома, как они сбрасывают бомбы по гражданской инфраструктуре, по больнице Ахмадед и так далее. Что Россия посеяла, то она и пожнёт. Это всё реакция. Ответ на российские провокации, на её обострение ситуации, на её поднятие ставок, на её действия. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, страны Альянса подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией. Он добавил, у Москвы есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке и Средиземноморье. Поэтому укреплять оборону НАТО необходимо не только на восточном фланге. Субтитры создавал DimaTorzok